Парки, скверы или другие общественные места, возможно, благоустроят в 2022 году в городах и селах Приморья. Но сперва жителям муниципалитетов нужно проголосовать за территорию, на которую следует обратить внимание. Жителям Владивостока на выбор будут даны семь общественных пространств. Парк культуры и отдыха имени Сергея Лозо, сквер Чайка, сквер на Русской 46, сквер Некрасовский, сквер в районе Калинина, общественная территория на Иртырской 34А и общественная территория на проспекте Столетия Владивостока 58. Из них необходимо выбрать четыре объекта. Отдать свой голос можно будет онлайн. В ближайшее время на сайте 25.городсреда.ру разместят дизайн проекта и объектов. Стар голосования 26 апреля. Результаты появятся на этой же онлайн-платформе. Надо действительно голосовать по этому поводу, по этим проектам. И, соответственно, уже это хоть какой-то имеет, хоть какой-то будет совещательный голос или какой он там будет. Но это имеет значение, думаю, все равно. Очень хочется, чтобы были парки, чтобы было где погулять, парковая зона, а не ходить вот так вот по дорогам, с грязи и так далее. Нужны парки городу, чтобы можно было просто отдохнуть. У нас территория есть, нужно просто руки и хозяин. В парке, да, всегда хорошо. Там можно погулять, отдохнуть, время провести. Будете голосовать? Ну, в принципе, возможно, да. Вообще парки нужно сделать, чтобы люди могли где-то гулять. Вот как вы считаете, нужно принимать участие в подобных голосованиях? Я думаю, что, наверное, да. Это все-таки люди, которые выражают свое желание что-то сделать. Чем активнее будут жители того или иного муниципалитета, тем больше шансов не только обновить общественные пространства, которые важны жителям края, но и привлечь федеральное финансирование на благоустройство других территорий, так как онлайн-голосование пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это создание тех проектов, которые были, в общем-то, основаны на предложениях жителей ваших муниципальных округов. И в целом жители Дюморской округа, что существенным образом может повлиять и на благоустройство, и на создание комфортной следы, это дополнительная возможность для муниципалитета. Получить информацию о проекте и узнать, как принять участие в голосовании, также можно по номеру горячей линии. Колл-центр работает круглосуточно. А чтобы общественные территории уже сейчас стали чище и уютнее, жителей Приморья приглашают на субботник 24 апреля. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.